Зачастую под видом работников пенсионного фонда, почты, водоканала, управляющей компанией скрываются мошенники. За последние три месяца зафиксировано немало квартирных краж путем обмана. В основном жертвами преступников становятся доверчивые пенсионеры. Так, с августа этого года в полицию поступило несколько сообщений от потерпевших. Все как один твердили, что стали жертвами лже-сантехника. Установлено, что неизвестный мужчина приходил в квартиры пожилых людей, представляясь сантехником. Он сообщал, что необходимо провести замену оборудования. За свои услуги просил от 5 до 15 тысяч рублей. Пенсионеры производили оплату, а подозреваемый узнавал, где они хранят сбережения. Впоследствии, отвлекая потерпевших, он похищал денежные средства. Во время оперативных действий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель находки, который уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и находился в розыске. Причастность фигуранта установлена к пяти эпизодам противоправной деятельности. В отношении него избрано мера пресечения заключения под стражу. Полиция отмечает, что сейчас мошенники очень часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Поэтому стоит помнить, все работники коммунальных служб заранее предупреждают на досках объявлений жилых домов о проводимых технических работах. Если к вам без вызова приходят представители жилищно-эксплуатационной конторы, это повод насторожиться. Позвоните в организацию и уточните, действительно ли к вам направляли специалиста. И прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими. О мерах безопасности каждый раз горожанам напоминают и участковые. Объясняют элементарные правила, оставляют памятки. А иногда и проверяют бдительность жителей. Здравствуйте. Почему вы открываете дверь и не спрашиваете, кто? Преступность очень высокая. Много мошенников. Увидел, что женщина. Ну и что? А мужчину-то вы не увидели? Совет от сотрудников полиции. Если вы все-таки запустили мошенников в дом, не пытайтесь задержать их самостоятельно и отнять наворованное. Под любым предлогом постарайтесь покинуть квартиру и оставить подозрительных лиц закрытыми внутри. И уже тогда зовите на помощь. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.